Девушки отдыхают В веке компьютерных технологий нельзя заглянуть друг к другу в гости и проверить, как обстоят дела на других континентах. Быть может, где-то режим самоизоляции и вовсе отменили? Например, во Вьетнаме. Теперь понежиться на берегу Южно-Китайского моря, прокатиться с ветерком на байке или посетить достопримечательности для местных жителей уже не составляет труда. Я нахожусь на пагоде Лонгшон. Это главный буддистский храм провинции Кханьхуа, а за мной 24-метровый Утда. В соседней Малайзии режим самоизоляции пока только ослабили. Действующие правила позволяют работать большинству предприятий, но въезд и выезд в страну остается закрытым. Если вам требуется покинуть город, не только Куалампур или какой-то другой, вам нужно обращаться в полицию, для того, чтобы получить так называемый пермит на передвижение с города в город. Все так же немноголюдно и на улицах в пригороде Тель-Авива в Израиле. А вот на рынках дела обстоят иначе. С 7 мая продавцам разрешили вернуться к работе, но при условии соблюдения масочного режима. Особые меры безопасности сохраняют и в клиниках. Люди не могут сидеть рядом друг с другом, должно быть расстояние. Плюс регистратура тоже принимает немножко по-другому. Поставили такие вот специальные щиты и отгородились вот так вот от людей. Социальная дистанция 2 метра – обязательное правило для всех. И все-таки страна медленно, но уверенно возвращается к привычной жизни. Открываются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. С 12 мая закончился период нерабочих дней на территории Российской Федерации. Каждый регион готовится к выходу из режима самоизоляции, но на полуострове он продлен до 31 мая. Движение по республике все так же ограничено и с 12 мая введен обязательный масочный режим. Похожая ситуация и в США. Например, в штате Нью-Джерси практически во все магазины пускают только по одному человеку. И только в защитном обмундировании. Мы можем выходить на улицу как в дневное время, так и в вечернее время. В больших городах по типу Джерси-Сити или Хабокин вы обязательно должны носить маску на улице. Если на вас нет маски, местные могут позвонить в полицию. Сообщение между городами, в отличие от Малайзии, упрощено, но вокзалы пустуют. По предварительным оценкам, такая картина сохранится до конца весны. Со школами и предприятиями дело обстоит и того серьезнее. Откроются не раньше сентября. Ведь сейчас по числу зараженных COVID-19 США на первом месте. Наталья Жадько, Олим Белеев. Утро нового дня.